Татьяна Николаевна, до выборов осталось совсем немного времени, можно сказать, мы вышли на финишную прямую. Все ли готово? Нет ли каких-либо опасений по организации процесса? Все готовы. Помещения для голосования, избирательные участки. 16 марта участковой избирательной комиссии получают бюллетени, приступают к активной работе по пересчету. И, в принципе, опасений, что где-то что-то не готово, на сегодня у нас нет. Как будет обеспечена безопасность и чистота выборного процесса? Ну, что касается безопасности, на каждом избирательном участке будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, МЧС. Это что касается безопасности. Что касается чистоты выборов, хочу сказать, что на 41 избирательном участке установлены веб-камеры, которые с очень хорошим разрешением. Эти избирательные участки с большим количеством избирателей. И поэтому у нас большинство участков, большинство, так скажем, процесса избирательного будет сниматься на веб-камеры, которые в режиме онлайн-трансляции будут в сеть интернет выводить. И, пожалуйста, любой желающий может наблюдать за этим процессом. Частота выборов еще это показатель легитимности, поэтому все участковые избирательные комиссии нацелены на то, чтобы этот процесс был законный, легитимный и прозрачный. Ну, естественно, у нас будет также присутствовать на избирательных участках 18 марта институт наблюдателей. Безусловно. Мы ожидаем от всех 8 кандидатов наблюдателей. И участковые избирательные комиссии предупреждены об этом, о том, что к ним может зайти до трех представителей от каждого кандидата. Им рекомендовано предусмотреть места. Это не только могут быть наблюдатели и доверенные лица от кандидатов, и члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, которые до дня голосования участковая избирательная комиссия может просто не увидеть. А в день голосования эти люди появятся на избирательном участке. У нас все избирательные участки и процесс голосования открыт. Мы рады любому. Приходите, пожалуйста, участвуйте в избирательном процессе. Татьяна Николаевна, если вдруг, допустим, у меня возникнут какие-то вопросы 18 марта, куда я могу обратиться, у кого спросить? В первую очередь у любого избирателя, мы все с вами избиратели, люди, которые наделены активным избирательным правом, если возникают вопросы по реализации своего избирательного права, либо по реализации избирательного процесса и голосования на избирательном участке, в первую очередь нужно обратиться к председателю участковой избирательной комиссии за разъяснениями. Если что-то непонятно, если не удовлетворил ответ, то тогда нужно обратиться в вышестоящую избирательную комиссию, в территориальную избирательную комиссию Анапская. Наш телефон 43022, это линия, по которой избиратель может получить все ответы на вопросы, если уже не удовлетворит, тогда в избирательную комиссию, вышестоящую избирательную комиссию Краснодарского края. И уже на всех сайтах в телевизионном режиме транслируется горячая линия избирательной комиссии Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии. Они тоже будут круглосуточно работать и отвечать на вопросы. Сейчас ли возникают тоже вопросы по информации в преддверии выборов, где ее можно получить, где она размещена? Допустим, найти свой участок избирательный. Если уточнить по тому моменту, где избиратель может проголосовать, на официальном сайте администрации в разделе территориальная избирательная комиссия, где расположены границы избирательных участков, каждый избиратель сможет найти адрес места своего проживания и посмотреть, к какому избирательному участку он относится. Также избиратель может позвонить нам, либо обратиться в участковую избирательную комиссию для сверстки списков избирателей. То есть прийти на избирательный участок, либо позвонить и спросить, есть я в списках избирателей или нет. Но, считаю, не лишним будет повториться. Те люди, которые 18 марта не смогут присутствовать в Анапе, по тем иным причинам будут за границами города, как они могут реализовать свое право? Ну, до 12 марта, 45 дней по закону, мы принимали заявление о голосовании по месту нахождения. Этот период уже закончился. Да, есть такие избиратели, которые 13 и 14 марта приходили и пытались запрыгнуть в уходящий вагон и пытались взять это заявление о голосовании вне помещения. Хочу сказать, что сегодня люди, которые уезжают куда-то в командировку, они могут взять такое заявление только в своей участковой избирательной комиссии, там, где они зарегистрированы в границах какого избирательного участка. То есть они могут взять заявление до 17 марта, до 14.00 и проголосовать там, где они будут находиться. Но они должны обратиться исключительно в свою участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации. То есть еще не поздно? Еще не поздно, до 17 марта, 14.00. Татьяна Николаевна, как будет организовано голосование маломобильных категорий населения? Маломобильные категории населения – это особое внимание с нашей стороны. Все люди, которые желающие проголосовать вне помещения, можно подать заявку в участковую избирательную комиссию, те, кто не сможет прибыть на избирательные участки. Допустим, в больнице находится человек. Да. Избирательная комиссия в данном случае организует голосование вне помещения. У нас и больничные есть учреждения, и ИВС расположен в городе-курорте Анапы. Председатели участковых избирательных комиссий с такими учреждениями отрабатывают отдельно. Безусловно, все граждане, кто находится в таких учреждениях, имеют право проголосовать и смогут реализовать свое избирательное право. Кроме этого, те люди маломобильные, которые находятся дома, а не в тех учреждениях, которые мы сказали раньше, они смогут проголосовать как вне помещения, то есть пригласить к себе участковую избирательную комиссию на дом с урной для голосования переносной, так и прийти на избирательный участок. Из всех избирательных участков, там, где у нас не будет подъемников, лифтов, либо проблемы с пандусами, есть, к сожалению, на сегодняшний день такие, будет организована работа волонтеров, и им окажут помощь прийти на избирательный участок в помещение для голосования. По вашим наблюдениям, какую явку нужно ждать? Насколько активны сейчас наши избиратели? Мы ожидаем очень высокую явку на избирательные участки. Объясню почему. Такой социальной активности граждан за пять лет, работая в территориальной избирательной комиссии, в Анапе я не видела. На самом деле и люди, которые находятся здесь, в Анапе, но здесь не зарегистрированы. Ну вот, посудите сами, только для заявления, для голосования по месту нахождения, в Анапе только избиратели подали 6 650. Мы занимаем второе место в крае, первый Адлер, вторая Анапа. Меня такая активность населения очень радует. Это те люди, которые находятся здесь, а зарегистрированы где-то в других местах, либо по рабочим моментам. Есть, конечно, внутренняя миграция, скажем, как члены участковых избирательных комиссий. Они тоже приписывались посредством такого заявления к другим избирательным участкам. Но в основном это те люди, которые к нам прибыли. У нас нет еще окончательной цифры, которая нам даст ясную картину через госуслуги портал Единый. Но вообще социальная активность очень граждан высокая. Два обхода было по информированию граждан в этом году. Сначала разъяснение голосования по месту нахождения, затем приглашение на участок, там где указывалась участковая избирательная комиссия непосредственно. И задачи ставились очень серьезные участковым комиссиям, дойти до каждого избирателя. Но если где-то произошел сбой, работаем персонально. Татьяна Николаевна, спасибо за этот разговор, за это интервью и до встречи 18 марта на избирательном участке. Спасибо. Всем нам успехов.